всем привет дорогие друзья меня зовут Михаил Климчук и мы сегодня с вами попробуем провести очень такой интересный прямой эфир и он начинается у нас сразу в инстаграме и давайте сейчас еще раз повторим что у нас такое будет происходить так всем привет дорогие друзья меня зовут Михаил Климчук и я сейчас провожу прямой эфир в инстаграме плюс у меня задействована специальная техника и я бы хотел бы вообще спросить у всех кто сейчас будет подключаться хороший ли звук вот и чтобы понимали я буду проводить прямой эфир не один и все это дело весь все это действие будет записываться скажу куда да это будет все записываться и потом будет выложена там youtube или будет выложена в контакте в общем это дело вы можете потом последствий посмотреть я сейчас напишу товарищу чтобы он уже подключился а мы сейчас ждем когда подключится павел и вместе с ним попробуем провести вот этот прямой эфир совершенно в другом формате надеюсь вы меня слышите потому что ну мне вот нужна сейчас просто обратная связь и связь которую даст на скорее всего паша потому что он как раз и подключится к нашему прямому эфиру но я сейчас ожидаю когда он выйдет кто-то не получается привет оля скажите пожалуйста меня хорошо слышно можно писать так вот отлично идет запрос всех с наступившим новым годом естественно всех поздравляем и желаю счастья любви здоровья семейного благополучия паша как слышно прием не но я-то тебя не слышу это что ты молчишь так еще раз поговорить что-нибудь так как слышно меня а меня отлично слышно вот я тебя не слышу и сейчас сейчас мы посмотрим что можно сделать так сейчас посмотрим а сейчас скажи что-нибудь слышно я тебя тоже отлично слышу все я конечно вот я супер я настроил короче как вообще звук мой хороший давай проверим а так лучше так лучше что за фигня короче слушай паш ну ладно в общем что ты понимал сейчас у нас с тобой осуществляется запись а даже кстати для тех кто не в курсе что вообще происходит я сейчас переключусь и покажу что вообще у нас такое делается вот тут находится паша посмотрите какая техника да то есть до чего дошел прогресс у серёги этот самый да не будем шутить потому что подписчики могут просто взять и отписаться вот не выпендривайся пишет оля оля спасибо тебе большое за брат ту связь чтобы я не выпендривался действительно вот ну давайте что сегодня поговорим наверное да о том какие подарки мы хотели получить на новый год и то что мы получили паша какой подарок ты получил на новый год ну и волю тоже кстати просим присоединиться и написать подарках получил суперские носки суперские перчатки в которых не холодно зимой и море эмоций слушай оля спрашивает какая у нас тема ну вообще мы хотели бы конечно поговорить о политике хотели поговорить о бизнесе но скорее всего мы это не будем сегодня поднимать потому что так тема такая не очень хорошая с точки зрения того что люди вроде как отдыхают а мы тут бац и это давай про политику не на самом деле конечно же хочется поговорить потому что после того как закончился старый год новый год он тоже чего-то скажем так нам предвещает вот но те наши старые проблемы которые были они еще не ушли поэтому вот хочется понять вообще что что о чем там так что что там так какая политика я получила робота пылесос она пишет кстати оля расскажи пожалуйста что за пылесос вот и чем он так так скажем хорош вот ладно короче сейчас не будем наверное не будем роботизирован роботизированная да слушай паш ты вообще смотрел о последних законах которые скажем так приняла государственная дума и что вообще по этому поводу думаешь ну их много что блокировка ютуба например вот блокировка ютуба то есть только-только стоило нам как бы знаешь взять и выйти на просторы видеохостинга вот просто не все знают что для некоторых людей просто ну может недостаток образования не знаю что ютуб ну вот в такой давай так назовем серой массе людей они воспринимают что это некая какая-то американская какая-то корпорация которая пытается развалить нашу страну вот а то что у нас в стране делается совок под версии 2.0 ну даже не знаю какой вот вот поэтому на это никто не обращает внимание а вообще по факту ютуб это видеохостинг на который загружается видеоконтент людьми которые сами его производят да и потом уже кто-то может это смотреть вот поэтому тут каждый выбирает то что он хочет посмотреть вот вот слушай надо ее отключить да 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 это ученица Димки слушай я просто видел связь уже если честно да да слушай вообще сейчас это тест я хотел у тебя спросить вот конкретно скажи пожалуйста у тебя ну хороший идет звук или нет потому что я специально решил вот вывести звук вообще картинка звук супер я говорю смотри я сейчас попробую отодвинуть микрофон отобразится ли это на качестве звука смотри я вот сейчас говорю 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 произошло что право влево да тише когда дальше ближе без разницы одинаково нет вот смотри вот здесь я держу все нормально да то есть как только я вот да хорошо меня не слышно было я прав слышно слышно сейчас было слышно короче говорят люди мозги не делайте нормальный звук все хорошо все спасибо большое давайте я вам еще картинку покажу вот смотрите видишь как хорошая качественная картинка паша у тебя конечно камера желает лучшего да ты вот просто посмотри в каком это самое в мире мы живем в общем но на самом деле паша действительно хочет поменять себе в ближайшее время наверное купить камеру такую дорогую просто чтобы этот насладиться просто эпическим моментом а то какой то ты сейчас очень бледный и я просто переживаю оля просит покажи что-нибудь интересное но если только изобразить какой-то танец но это я думаю что не очень я тут и вес немножко набрал после болезни и после того как этот был длительный перерыв вот в общем и ничего интересного не будет вот ладно паш расскажи какие у тебя вообще планы на новый год что ты вообще планируешь сделать ну и как вообще будешь развиваться есть какие-то уже задумки вот которые ты вынес из старого года и то что хочешь применить потому что смотри о каких то проблемах можно говорить постоянно да то есть а я хочу поговорить как раз о развитии что ты вообще планируешь просто не все знают кто такой Павел Морозовский это один из лучших маркетологов нашей страны с которым есть ну что ты улыбаешься понимаешь если я не расскажу так никто и не узнает вот и смысл в том что мы с Павлом работаем уже длительное время так получилось что уже полгода мы работаем и начало первое время притирались а сейчас мы нашли общий язык и то что сейчас сделать Павел это достаточно серьезная такая тема она связана именно с бизнесом продвижением бизнеса вот потому что чтобы понимали существует сейчас много различных социальных сетей и везде нужно быть правильно представленным для того чтобы человек мог во-первых найти вас в мире интернета да и во-вторых чтобы он правильно понял и сделал соответствующие выводы ну и соответственно наша задача любого бизнеса это совершать продажи продажи вот немножко предстоял хорошо спасибо сейчас я уберу все уведомления и скажу что я думаю вот первое основная проблема это в том что люди которые предлагают какие-то решения они все это делают довольно узко то есть если вам нужен грубо говоря там да человек чтобы настроил вам рекламу да но он может наступить вам рекламу только в Яндексе да некоторые сегменты да например там бизнес они подходят только например под гугл да то есть в зависимости от того там какая целевая аудитория то есть старшее поколение сидит например вообще в Яндексе молодые сидят в гугле и так далее и нужно быть разноплановым и видеть вообще куда можно податься и так далее вот это первое второе то что касается обучение моих планов да я сейчас вижу то что предлагается большое количество курсов всяких которые дают просто знания то есть это либо просто информация из интернета структурированная либо это копирование просто нагло то есть нету основного это дать человеку просто инструменты чтобы зарабатывать вот и это сейчас просто чума нашего времени и я думаю что я смогу дать что-то как раз таки своей нише человеку не просто там знания а чтобы он смог зарабатывать вот такой у меня план слушай просто ты совсем недавно посоветовал чтобы я выходил чаще записывал какие-то ролики для того чтобы рассказывать лично о себе да то есть сформировать и сделать из себя личный бренд да ты посоветовал мне Яндекс Дзен просто сейчас в курсе да что это такое вообще Яндекс Дзен зачем там нужно быть и вообще что это дает именно там для бизнеса или может быть я не знаю для художника ну что самое основное что это дает это бесплатные охваты то есть бесплатный целевой трафик за который до этого мы платили например в том же Яндекс Директ контекстная реклама вот сейчас это бесплатно и нужно конечно же учитывать в первую очередь свою нишу во вторых как это преподносить вот ну аналогом наверное сейчас по трафику является тикток просто как твоя но принцип такой что это большой охват слушая еще вот так вот такую интересную тему сказал да то что раньше мы пользовались Яндекс Директом да а сейчас это можно воспользоваться при помощи Яндекса Дзен то есть это такая хорошая аналогия на самом-то деле то есть это грубо говоря бесплатный трафик который ты можешь сам генерировать правильно получается вот слушая я как раз сегодня подавал объявление на авито дом продавал вот и в итоге когда я размещал объявление я увидел что сейчас когда ну я написал слово авито да вы можете ну просто забить авито и Яндекс сейчас подключил Яндекс объявления и вот я зашел на сайт Яндекса объявления я понял что там ничего пока нету ничего интересного нету то есть Яндекс знаешь вот у меня такое ощущение что Яндекс в каком-то как знаешь вот как ошпаренный в каком-то диком таком знаешь желании попасть вообще везде совершает какие-то ошибки и он идет наверное по пути гугла когда ты знаешь распыляешься да по факту ни это не можешь делать ни то не можешь делать потому что ну вот мне так кажется что Яндекс начинает проигрывать потому что и вроде бы как избир вышел на этот рынок рынок IT да то есть сейчас быть просто банком быть каким-то монобизнесом уже недостаточно все прекрасно понимают что нужно как можно больше начинать предлагать целевой аудитории да какие-то такие свои решения которые могут тебе позволить зарабатывать вот и это чувство это Яндекс да то есть я просто к чему что не получится ли так что кто-то из них должен будет уйти в ближайшее время но у меня есть четкое предположение что Сбербанк достаточно ну ну такая компания которая в этом с самого начала никогда не разбиралась да то что она где-то что-то прикупила это не говорит о том что она сделает хорошие качественные продукты и я просто с точки зрения финансов оцениваем вообще эти вложения и вот у меня лично такое мнение сформировалось что компания Сбербанк достаточно рискованная сейчас компания которая получает деньги ну вкладчиков да тратит их на какие-то авантюры потому что в этом скорее всего они не разбираются и это может привести к каким-то плачевным результатам то есть вот у меня просто были когда-то акции Сбербанка я их продал потому что они показывают отрицательные значения сейчас я не смотрел но я думаю что это еще будет только усугубляться и вообще что будет вот с этим рынком есть предположение Рынкам IT-услуг с точки зрения авантюры быстрого заработка ну как бы они быстро заработают да но долго это ничего не даст то есть Яндекс он по сути за счет того что у него как бы как матрешка то есть у него много всяких сервисов и они друг с другом связаны то есть например есть сервис который вышел недавно Яндекс практику то есть они тоже учат да людей там чему-то но как бы ценник там 80-90-100 тысяч за курс опять же никто тебе не гарантирует что тебя возьмут на работу или ты начнешь зарабатывать просто дали структурированную информацию вот продвигают они эти курсы конечно же через свои сервисы то есть они могут это бесплатно делать да внутри там Яндекс Директора Яндекс Дзена там и у них же ну грубо говоря баннерные вот эти строчки они их могут ну как монополия грубо говоря они монополисты вот у них это выходит дешевле там нежели там тот же скиллбокс который сейчас предлагает скиллбокс чей сейчас? Майлру вот еще один вышел скажем так конкурент для того же Сбербанка ну это были они были раньше самостоятельные то есть тюлбокс по-моему то ли не таллоги то ли вот а гикбрэйнс вот еще гикбрэйнс они короче купили Майлру и теперь вот они продают у них конечно стоят курсы гораздо дороже за счет того что они складываются еще в рекламу рекламу у блогеров там контекстные ну короче разного типа рекламы и за счет этого конечно ценник большой опять же никто не тебя не учит и ты знания получишь но там конечно зарабатывать с этого у тебя не получится Слушай а мы же как раз вот сейчас и подошли к такой интересной теме да это как образование потому что понимаешь вот просто взять и послушать блогера это конечно прекрасно да или там зайти может быть на какой-то ресурс где достаточно все очень сжато или все-таки стоит заниматься где-то наверное сегодняшний день лучше заниматься где-то даже самообразованием хотя программа она все-таки более действенная ну сейчас мы что подразумеваем под программу что это если регулярно что-то делать да в определенные как говорится часы да то есть изучать определенный материал да можно добиться достаточно ну быстро каких-то высот да за счет вот именно какой-то внутренней дисциплины вообще программа да это есть некое свод правил да законов который применяется ну при изучении например в данном случае какого-то учебного материала пособия вот почему нужно программное образование да потому что кто-то должен же действительно проверить как это все работает ну и наше нынешнее то образование достаточно сильно хромает оно не соответствует реальности я на это всем всегда когда говорю ну вот когда заходит разговор вообще про образование что сегодняшнее образование достаточно ну так серьезно проседает и действительно хочется что-то получить такое знаешь вот полезное потому что у нас куча филологов да ну платят за то что ты бармен а не за то что ты филолог и об этом нужно говорить кричать требовать от министерства что образование чтобы что-то менялось вот а все вот эти курсы они ну это конечно попытка что-то предложить но все забывают самое главное что у нас когда вообще появился интернет кто в курсе ну в 85 по-моему в 1985 году когда появился интернет произошло самое главное количество информации во-первых стало как можно ну то есть люди стали обмениваться большим объемом информации информацию стало находить достаточно легко и просто и это сделало самое главное вот в жизни вообще в человечество да то есть такой вот серьезный шаг шаг на пути образования образованности целого населения такого ну нашего шарика скажем так вот я к чему что информация это достаточно ну просто находимая и соответственно есть ли надобность в этих курсах да которые по большому счету ничего тебе не гарантирует вот сейчас мы кстати к главному подходим да когда все таки у нас есть системное образование которое вот мы порой ругаем но она по крайней мере выдает некий какой-то документ что ты получил диплом да что ты сертифицированный специалист и соответственно ты можешь применять полученные навыки на практике то есть тебя могут нанять на работу ну слушайте ну как бы я дам такой совет что если у вас есть такая возможность учиться самостоятельно да потому что ты как бы пути лица будешь горящей задницей бегать искать информацию если нет такой возможности да например когда ты должен просто зарабатывать деньги там у тебя уже ребенок есть я посоветовал бы лучше потратить деньги и пойти к какому-то там менее известному блогеру да но у которого четкие кейсы у которых которые гарантируют что ты уже в процессе там найдешь клиентов да у меня есть такие ребята ну в смысле я подписан на таких ребят и там 10 тысяч девочка которая просто настраивает рекламу она довольно скромная без там дорогого автомобиля там без макбука последнего ну как бы она вот учит и ребята реально зарабатывают деньги вот такие два варианта я бы приглашил слушай а как ты вообще относишься к инфе бизнесу то есть к людям которые смотри понимаешь вот сейчас очень много в инстаграме да существует таких людей которые обучают всему даже тому как правильно опохмеляться вот что что это вообще такое ты можешь как-то прокомментировать просто слушайте знаете я так скажу комментировать я могу но я не буду комментировать как год назад я просто скажу что ну человек вот заплатил за это деньги да например и в итоге ему либо понравилось либо не понравилось и если ему это не понравилось он почувствовал себя ну там обманутым значит это та сумма которую он заплатил за свою как бы дурость тупость как бы за свою финансовую грамоту в следующий раз он уже не будет платить правильно а человек ну он заработал деньги молодец слушай а как ты считаешь вот стоит ли бороться да или с этими инфо цыганами да да которые ну занимаются тем что они разводят людей слушайте бороться бороться бессмысленно я считаю надо просто делать ну как бы лицензии какие-то то есть человек должен если он дает знания значит он должен быть лицензирован если он просто грубо говоря собрал народ и как-то да надавил на них психологически там триггерами а потом взял с них деньги ну конечно это как бы такое вне как сказать ну это незаконодательное такое преступление да на его совести вот так да лучше сказать но я думаю что бороться только вот лицензированием таких ребят чтобы они проходили как бы в зале я понимаю ты сейчас действительно ну вот сказал такие важные слова что во-первых а это нужно лицензировать именно вот образовательный весь вот этот процесс а для чего это нужно вообще от этого выиграют вообще все и те кто хочет заниматься просветительской деятельностью и те кто хотят получить какое-то действующее такое реально действующее образование да не просто потратить пять лет потому что когда выдается лицензия сертификат преподавателю и он занимается обучением да он условно говоря гарантирует что человек которым он занимался да он обладает каким-то ну каким-то уровнем знаний вот опять же когда есть лицензия да. наверное легче даже ну не надо что-то объяснять потому что у тебя есть лицензия у тебя есть сертификат чтобы именно образовательный сертификат что ты можешь кого-то чему-то чем-то научить всегда вот это система когда будет существовать лицензирование именно вот таких вот специалистов потому что преподаватели ну действительно очень много преподавателей могут получить лицензию и свободно уже отойдя, например, от такой нашей классической образовательной среды, могут создать уже свои курсы, да, ну, то есть использовать навыки какие-то, которые есть в программе, да, в школе, например, в колледже, в институте, и сделать что-то свое. Для этого нужно не сидеть на попе ровно, да, то есть и идти к этому. То, что ты сейчас говоришь, и проблема вот эта с образованием, да, все это, знаешь, наша попытка сейчас и договориться и поднять ценность того, что мы хотим получить, да, не просто давайте все это будем делать, а мы хотим все-таки как бы, чтобы образование было образованием, а не, не знаешь, кто в лес, кто под рова, кто еще, ну, то есть есть такая поговорка. Что была ценность именно. Да, Паша, я тебя слушаю. Следующий вопрос, давайте, интересно. Следующий вопрос. Ну, что у нас на повестке-то? Пускай, ребята, вот, дадут три человека, да? Да, три человека. Давайте, да, да, может быть, у вас есть какой-то вопрос, который вы хотите задать, который вы хотите обсудить. Много чего можно, на самом деле. Так, вот. Так, вот, есть вопрос. Тем самым предлагаемая модель будет зависеть от лицензирующего органа. Не будет ли это новым очагом обогащения для нечистых? Кстати, хороший вопрос, но если мы сейчас вот подойдем к самому главному моменту, мы уже сказали, что интернет, когда появился, да, произошло, ну, скажем так, перерождение вообще всего человечества. Человечество стало как-то, ну, понимать, что все не так, как было прежде, и нужны совершенно новые правила, которые будут удовлетворять, и которые будут иметь, ну, внушительное доверие со стороны граждан общества. И правильно задается вопрос. Ты знаешь, вот, всегда есть, ну, аналогия, да, всегда есть конкуренция. Если мы считаем, что образовательное учреждение, а это очень быстро, кстати, рынок выведет на чистую воду, именно вот это, вот этих нечистивых и органов, которые пытаются при помощи коррупции, взяток, навязать какую-то свою волю, там, да, это ничего, ну, это не получится. По той причине, что это как вот тот же YouTube, который хотят закрыть за счет того, что там просто есть совершенно другая информация, его же хотят закрыть не потому, что это, скажем так, иностранная компания, которая базируется, ну, скажем так, в иностранном государстве. Его хотят закрыть только из-за того, что существует аналогия мнения другого, отличительного от того, что вещается через, ну, пропагандистские каналы. Вот только из-за этого-то хотят. Потому что проблемы в экономике, они не решаются, проблемы, общественные проблемы, социальные проблемы, они не решаются. А это все обсуждается где? Правильно, на YouTube, потому что каналы все закрыты, каналы проплачиваются за счет налогоплательщиков, и, в общем, люди как раз и нашли то средство, которое их устраивает. Ну, закроют YouTube, появится совершенно другой хостинг, и так все это будет. Ну, это вот на вопрос вот конкретно ответим, вот человек задал, вот будет или не будет? Не будет. Вот все-таки. Не будет. По той причине, что захочется закрыть, да, закроете, знаете, ну, Телеграм-то же не закрыли, то есть ты же можешь тоже, наверное, подсказать, да, что просто не все понимают, как может работать тот же Телеграм с точки зрения образования, что в Телеграме просто зашивается в канал, зашивается определенные ответы, да, то есть, ну, это так называется программа чат-бот, которая может выдавать вам готовые вообще курсы через Телеграм, и любая попытка закрыть Телеграм, она, ну, скажем так, потерпела крах, вот, поэтому свобода информации, она все равно найдет способ для того, чтобы пробиться. А, вот пишет, смотри, бояется возможность места и для комменческого продукта в том числе. Ты знаешь, еще хочу по этому поводу сказать, любая попытка где-то, знаешь, вот, особенно вот свободный рынок, он о чем говорит, что такие вот, там, где свободный рынок, где рыночные отношения, да, вот вообще везде, во всем, то там нет места вообще для таких организаций непонятных, как Роспотребнадзор. Самый лучший Роспотребнадзор, ну, даже не Роспотребнадзор, а просто потребительский надзор всегда осуществляется потребителями. Потребители видят ценность того продукта, той услуги, которая предлагается, если они понимают, что в результате этой услуги мы ничего не получили, а получили какую-то тяпу там, да, почему мы сейчас ругаем наше государственное образование. Ну, по той причине, что мы получаем какую-то ерунду, какую-то фигню, ну, я не про все так говорю, я так образно говорю, когда мы уже получаем некое профессиональное образование, которое, ну, не нужно там, да, в тех объемах. На самом деле, знаете, вот, что проблема вот в онлайне, что проблема в оффлайне, я имею в виду, да, там, вот наше образование, там, бакалаврское, специалитетское, магистратура, как бы вот это понятно, то, что людям нужен итог, да, чтобы он понимал, что он пойдет и получит деньги. Вот это вот, знаете, и самое, что раздражает, все это как бы замывается так, делается, что вы там, да, получите возможность встретиться там с работодателем, ну, то есть это делается так аккуратно, как будто вот вы гарантированно устроитесь, да, но мы как бы там не при делах, мы вам дадим вот эти знания, а вы там как-то сами решите, вот в этом вот горе просто. И меня просто все раздражает, когда люди вот не читают, и вот это вот, вот эти размытые понятия, да, они бросают как песок в глаза, и люди прямо ведутся вот так вот, бегут как бы за эти, видя вот эти цифры огромные, и покупают курсы. Вот у меня знакомая, которая вообще вот купила курс, ну, это знакомая, знакомая. Ну, тоже вот скиллбокс, да, опять же. У них есть такая тема, как рассрочки, то есть ты еще и в кредитах сидишь. Вот. И человек просто раз-два там оплатил, посмотрел, лекции скучные, просто скучнейшие, ты смотришь эти ролики, и ты просто забиваешь, и ты каждый месяц там выкидываешь по 2-3 тысячи рублей, как бы, не обучаешься. Потому что тебе просто уже становится скучно. Вот, ну, как-то такая проблема. Короче, проблема в том, что ты, в конце ты должен получить, как бы, четкий, понимать, что ты будешь зарабатывать, да? Вот этого нет. Ну, конечно, это цель, конечно, цель образования, да, это не просто ты хочешь узнать о чем-то, да, ну, это, скажем так, назовем любознательность. Да, устраивали там в компанию, да, куда-то там, на практику, ты уже практиковался, то есть, ну, сейчас как бы такого нет, даже вот сегодня ты сам себе предоставлен, иди ищи как бы в компанию, договаривайся с ней там, и там, ходи летом на практику, а потом, может быть, они тебя возьмут. Ну, как бы, это так было. Смотри, вот, вопрос, это будет некая народная премия с честным цифровым или публичным голосованием. Ну, если говорить про именно образование, я написал всем недавно пост по этому поводу, да, что образование, да, то есть, может быть, свое, условно говоря, любительское, где мы хотим быть разносторонними, эрудированными людьми, молодыми людьми, а есть образование профессиональное, профессиональное образование в плане того, что вы этим образованием уже сможете получать доход, соответственно, удовлетворять все свои потребности. Так вот, я всегда еще раз напомню, да, ты можешь быть филологом, но платить тебе будут за бармена. То есть, это говорит о том, что нам не только нужны бармены, да, нам нужны, например, IT-специалисты в сфере IT, да, но не просто, которые получают образование, а на самом деле уже еще и умеют. То есть, грубо говоря, нужны те специалисты, которые заказывают бизнес. То есть, бизнес – это имеется в виду не только частные предприниматели, да, но и государственные структуры. И вот когда есть какой-то определенный запрос, то я, как предприниматель, да, как лицо, нанимающее другого работника, я хочу видеть его эффективность. Вот здесь об этом все забывают, и когда все думают, что человек, который получил оценку 5, да, это некое определение его эффективности. На самом деле, это неправда. Ну, это чистая ложь, о которой, ну, почему-то не принято говорить. Эффективность человека определяется очень просто, да, вот, знаешь, да, вот в институте был зачет-незачет, ну, систему знаешь, да. Так вот, зачет, значит, ты что? Разобрался, решил поставленную задачу, правильно? Незачет, значит, ты не справился, другого не может быть. То есть, если бы да, либо нет. А теперь мы говорим про эффективность. Эффективность определяется временем. То есть, за сколько ты решил ту или иную задачу, правильно? Просто есть статистика, что, например, там средний ученик, например, решает за час. А Павел, например, это все дело делает за 30 минут. О чем мы говорим? Что Павел, наверное, будет получать больше по этой специальности, потому что он в два раза делает быстрее. То есть, вот мы сейчас и поговорили об эффективности. То есть, я, например, как работодатель, хочу прекрасно видеть в своем работнике, что это, мне не придется его каждый раз давать ему какую-то работу, да, и потом его перепроверять, а выполнили он эту работу. Мне нужен человек, который принимает самостоятельные решения касаемо его работы. Вот, ну, там об этом еще можно много говорить, как вообще настраивать бизнес, если кто-то хочет настроить бизнес, чтобы его работники работали, не задавали вопрос, то вы можете ко мне обратиться в личном сообщении. Это, конечно, услуга платная, но я расскажу и покажу, ну, серьезно, рекламу тоже дать. Вот, если вы хотите, чтобы ваши работники стали самостоятельными, это позволит вам переключиться на важные какие-то вопросы, которые связаны с вашим бизнесом, потому что зачастую предприниматели, это я сейчас говорю про мелкий бизнес, про средний бизнес, даже про крупный бизнес, они теряют очень много времени на то, чтобы сначала, а, выдать работу, б, проверить работу, да, и вот эти два промежутка времени мы всегда теряем. Лучше нанять того человека, который понимает, участвует в содействии, участвует в том, что он воспринимает работу не просто, что он работает на дядю, да, он воспринимает эту работу как источник существования, и что от того, что он приложит усилия, а усилия можно перекладывать по-разному, это как вот только что говорил про эффективность, то так и должна быть оценена его работа. Если на предприятии существует окладная система оплаты труда, то это потеря-потеря, ну, то есть она может существовать, да, но в совокупности, например, вот как у меня применена, где-то часть у меня есть окладная, да, и люди получают достаточно там, ну, небольшую, ну, какую-то маленькую зарплату, я так лично считаю, ну, для меня это была маленькая зарплата. А есть другие люди, которые работают у меня на проценте, они получают совершенно другой доход, и этот доход достаточно такой серьезный, да, для того, чтобы принять решение и уйти от оклада. Но люди продолжают жить в стабильности, в уверенности в том, что им вот маленький, но вот этот оклад. Как-то так. Ну да, я все это видел, кстати, подтверждаю. Видел. Ну, потому что, кто не в курсе, да, вот мы с Павлом уже полгода работаем, и Павел подключен к моему финансовому кабинету, где он прекрасно видит, кто, как зарабатывает, на чем он зарабатывает, да, здесь нет никакой тайны, то есть, пожалуйста, если человек хочет зарабатывать, он предлагает, предлагает именно компании, потому что он видит, если компания растет, если компания будет больше зарабатывать, соответственно, он будет тоже зарабатывать. Об этом нужно разговаривать со своими работниками, заниматься их просвещением. Это вообще задача любого предпринимателя, потому что иметь образованный штат сотрудников, это золото, ну, дорогого вообще стоит, это не просто удовольствие, это дорогого стоит, и этим надо заниматься. Чё это такое? А где звук пошёл? Звука всё хорошо, я просто хотел ещё сказать, вот был пример девочки, которая как раз-таки рассказывала, как она заработала первые деньги. У меня что-то хорошо. Так. У меня чё-то какой-то звук пошёл, странно. Музыкальное сопровождение. Ну ты говори, говори, я тебя слышу. Ну пускай ребята немножко сменят волну. Я как раз тебе тоже хотел сказать, что если ты уверен, что ты справляешься, вот одна из девочек, за которой я так связывал, она тоже настраивала рекламу и потом осмелилась и предложила работать за процент. И она с 15 тысяч рублей, да, оклада её, стала зарабатывать по 100. То есть это был как раз-таки процент выручки этой девушки. Паша, а можно немножко чуть-чуть подождать? Ты музыкальную музыку слышишь? А я почему слышу? Люди говорят, что всё хорошо со звуком. У меня тоже всё хорошо, может быть это у вас. Не, ну у меня вот почему-то звук идёт. Ну и у вас, значит, звук такой музыкальный. Да, ну бывает. Ну ладно, если у всех всё хорошо. А у меня так как-то не очень хорошо. Я просто слышу музыкальный, ещё какую-то музыку, звук откуда-то взялся. Это, в общем, не значит. Ну да, короче, я просто хочу сказать, что, во-первых, да, это всё как бы система мотивации, понятно. С другой стороны, конечно, если туда соображаешь, что проценты это самое, ну так бы, выгодное. То есть сейчас многие работают, ну вот опять же, да, в этом как бы гадком болоте инфобизнеса, как ни крути, там все тоже работают за процент. И довольно большой, там, от 30 до 50 процентов выручки, там, по несколько миллионов рублей. Поэтому многие, как раз таки, сейчас уходят на процент. Ну, продюсеры, там, например, и другие ребята, там, мелкие, там, дизайнеры. Ну, дизайнера нет, там, вот, например, рекламщики сейчас тоже за процент работают. У них там прям... Ну, вообще по статистике, именно мировой принятой статистике, да, не то, что вот мы, ну, точнее, не про нашу статистику, да, то есть, а про статистику, которая, там, связана с большим таким длительным сбором информации, именно вот в международных странах, там, в Германии, в Америке, ну, и вообще других развитых странах, закладывают от 2 до 7 процентов от прибыли закладывают именно на рекламный кабинет. Но если вот так вот просто взять наши, наши бизнесы, наши предприниматели, там, да, которые занимаются бизнесом, вообще какую сумму не вкладывать? Я вижу, что очень мало вкладывают, и все надеются на то, чтобы кто-то их найдет и кто-то купит у них что-нибудь, какой-нибудь товар. Ну, если ты грамотный, ты можешь вообще не вкладывать в это, ну, либо очень мало вкладывать. Ну, опять же, я говорю, тоже контент, маркетинг, да, например, Яндекс.Зем. Опять же, почему нет? Ты можешь вообще на любую тему писать. То есть люди пишут просто про космос. Конечно, они не сразу стреляли. Вот был человек, который через полгода, но он выстрелил. Человеку рассказывал просто про космос, про физику, про планеты, Солнечную систему и так далее. То есть абсолютно, там, если ты занимаешься цветами, там, у тебя турагентство, это вообще шикарно. То есть путешествие там отлично. Ну, видишь, ты сейчас говоришь больше для тех, кто, ну, скажем так, для маленького и среднего бизнеса, да, то есть которые вот, ну, зарабатывают. Не только, почему Тимпофф там рекламировался, кто их любит. Нет, смотри, ты сейчас говоришь о том, что достаточно просто писать. Ну, это писать может тот, кто, а, либо, ну, у него не хватает денег, чтобы нанять маркетолога, да, хотя я бы вообще сейчас вот просто сразу говорю, я бы посоветовал не задуматься, просто нанять маркетолога. Да, может, один маркетолог не подойдет, да, то есть он, может быть, не справляется в этом. Вот, наймите другого маркетолога. То есть все как бы познается только через сравнение. Если вы не сравниваете, если вы ничего не ищете, то, конечно, маркетолог плохой, ничего не работает. Согласен. Ну, то есть одним маркетологом воспользовались. Кстати, кто не в курсе, вот, Паше, можете это самое написать в личку и обязательно заказать у него услуги продвижения, потому что я уже полгода пользовался его услугами. Честно тебе скажу, Паша, ты меня очень сильно разгрузил. Ну, серьезно. Я во всем в этом тоже стараюсь разобраться, да, чтобы понимать вообще, как это работает. Вот, читаю книги различные, связанные с маркетингом, вот, с него маркетингом, да, и я понимаю, что, ну, это немножко не моя работа. Мне просто это интересно узнать, как это работает, но этим заниматься это, ну, наверное, надо любить и действительно просто вот работать во всех разных сферах. Это и с Яндекс.Директ, и с Google AdWords, да, правильно я же там называю? Вот, ну, и много-много другие существуют способы продвижения товаров и услуг в интернете. Вот, также надо не забывать, что кроме продвижения в интернете еще есть продвижение в реальной жизни, и этим тоже надо заниматься. Нужно, чтобы каждая компания делала свой бренд, поэтому мол, а кто этим будет заниматься? Этим заниматься может только специалист, который выбрал эту работу, да, то есть как основной источник дохода, которому не все равно, и он, ну, нарабатывает на этом, скажем так, руку. Ну, по сути, да. То есть если вы не знаете, да, на самом деле, пойдите посмотрите, как делают это там топовые конкуренты по-жалому. А лучше это самое, сходите на какие-нибудь курсы, да, да, вы просто поймете, что для того, чтобы хоть мало-мазь как-то в этом разбираться, да, вы просто сходите, вы поймете, что это очень большая работа. Кроме того, что вам нужно сделать картинку там, да, может быть, вам надо сделать видео, вам нужно написать текст, вам нужно настроить рекламную кампанию, и при том, что рекламный кабинет в каждом сервисе, он совершенно, ну, там есть такие дичайшие сервисы, да, где там черт реально ногу сломит, и ты понимаешь, что да на кой оно тебе это надо, да, лучше заплатить человеку за то, чтобы он это все настроил, да, и просто посмотреть вообще, чтобы маркетолог выгрузил конверсию от того, что вообще произошло, да, с вложенными деньгами. Отсюда вы уже садитесь с маркетологом и начинаете общаться. Давайте что-нибудь еще другое попробуем, да, давайте. Ну, чтобы вы понимали, у нас, мы с Павлом работаем, мы написали с ним маркетинговую карту, да, где расписано вообще по пунктикам, какие вообще, ну, необходимо сделать действия, и что мы получим в конце, да, то есть того, что мы, ну, какая есть цель, и что мы получим. Покажите карту, покажите. Я не буду показывать, там слишком много цифр. Это не для посторонних глаз. Ну, можете показать эти, нашу часть. Ну, не сейчас, но я понял. Ну, кому надо, тот пускай обратится, да, мы и по этому поводу тоже расскажем. Вот. Поэтому не ленитесь, не жалейте здесь вот денег, все равно нужно вкладывать деньги в рекламу. Ты знаешь, вот у меня есть знакомый, с которым мне пришлось провести консультацию, финансовую консультацию, потому что, ты знаешь, очень много людей занимается бизнесом, и их бизнес потом просто доходит до такого состояния, что они работают ради того, чтобы, ну, просто работать, и бизнес уже не приносит удовольствия, да, и вообще зачем вы затевали заниматься бизнесом, когда вы можете просто уйти, устроиться на работу и получать те же деньги. А чтобы вот этого не было, нужно, ну, также, опять же, обратиться, может быть, ко мне за финансовой консультацией, я могу подсказать, помочь. Ну, вот я просто рассказываю про человека, с которым мы реально пообщались, поработали, и у него, естественно, произошли серьезные изменения, в общем, человек решил оплачивать питание своим работникам, но на рекламу денег не было, понимаешь, да, о чем, то есть я говорю, ты знаешь, а, то есть там было много минусов, которые человек просто допустил, первый минус это то, что он бездумно раздавал всем скидку, там, 10%, и, а что такое 10%, что вы, например, покупаете товар, условно говоря, за определенные деньги, да, а когда вы продаете и делаете вы скидку, то вы делаете скидку с учетом того, что вы убиваете всю свою прибыль максимальной скидкой, то есть 10% от конечной стоимости товара это достаточно серьезная скидка, и там много чего не учитывается, это вот первый момент. Когда я посоветовал, убери вот эту скидку, да, и сделаю скидку для только тех клиентов, которые у тебя чаще всего покупают, и чтобы эта скидка была, ну, если мы хотим как-то мотивировать дополнительно наших людей, сделаю это в виде какой-то уж тогда шкалы, какой-то определенной градации, чем больше покупаешь, тем больше тебе, например, скидка, либо, ну, лучше, конечно, возвращать деньгами, это будет более интересно, не просто скидку давать, да, человек не ощутит, а чтобы у человека остались деньги, и эти деньги он мог впоследствии потратить, например, на какой-то сопутствующий товар уже в вашей компании, это будет более правильно, то есть не все, да, люди не хотят считать, то есть вот это первая потеря такая, достаточно серьезная, то есть мы вот вычитали, я говорю, слушай, убери скидку, ну, и надо что-то переделать, вот, это первый момент, второй момент, это то, что она занималась кормежкой своих сотрудников, и, соответственно, денег не хватало, на что, правильно, на рекламу, я говорю, понимаешь, вот, если ты уберешь скидку, и ты уберешь вот эту еду, то ты можешь просто заполивать, там, там, 35 тысяч лишних, там, вот тебе нашли 35 тысяч, ты просто зальешь всех рекламы, продумаешь с маркетологом, какие-то новые, сделаешь предложения, там, да, то есть совершенно новые, то есть какие-то, ну, это цветочный магазин. Да, это есть такое. Вот, у меня очень много, на самом деле, людей, кто занимается бизнесом, я вот просто смотрю налево и направо, да, что у всех, как бы, одни и те же это по факту проблемы, что никто не занимается своим продвижением, и никто не занимается изучением, как должен работать бизнес. Чтобы ты понимал, я всем своим знакомым, тем, кто занимается бизнесом, тем, кто занимается блогингом, я всем отправил замечательную книгу, называется «Поведение потребителя», чтобы взяли, посмотрели, все говорят, и причем я уже начал собирать обратную реакцию, кто-то говорит, слушай, у меня нет вообще времени, когда там получится прочитать, да не знаю, нет просто времени это прочитать, книга слишком такая большая, на самом деле она легко читается, вот, а я просто всем говорю, ребят, начните читать хотя бы по 10 страниц в день, да, и вы, условно говоря, за 3 месяца прочитаете эту книгу. Ну, как я, например, тоже нет времени. Я говорил, я сегодня уже, кстати, говорил по поводу, где взять время, просто нанять другого человека на ту работу, в которой, а, ты можешь потратить очень много времени, да, но ты это сделаешь сам, но еще не факт, что ты сделаешь первоклассно, вот это очень важный момент, а второй, ты просто потратишь свое время. Лучше потратить свое время, да, точнее, не потратить, а инвестировать его в то, что лучше всего ты умеешь делать. Вот умеешь ты, я не знаю, делать букеты, делайте букеты, понимаешь, то есть найми того человека, который умеет продавать тебе в интернете. И вот так это сплошь и рядом. Вот когда ты занимаешься только тем, чем ты умеешь заниматься лучше всего, у тебя лучше всего это получается, да, у тебя появляется, если ты освободил себя от какой-то вот этой рутинной работы, в которой ты не разбираешься и на это нужно тратить много времени, то когда у тебя появляется время, да, вот, пожалуйста, начни читать книгу. Если ты занимаешься бизнесом, лучше ее прочти. Чем быстрее ты ее прочтешь, тем быстрее ты начнешь понимать и чем быстрее ты начнешь объяснять маркетологу, где твой клиент, да, потому что вообще вся суть, ну, вот этой книги, она сводится к простому вопросу. Так и задается этот вопрос в самом начале книги. Почему потребители покупают? Вот вам 3П. Вот когда поймете, почему потребители покупают, они же не просто так покупают. У каждого свои мотивы и здесь не только там цена влияет на наше решение купить товар, да, существует очень много мотивов, почему мы покупаем тот или иной товар. Ну, это то же самое, да, все бы хотели купить BMW, но многие покупают и там и Logan, да, и там Hyundai, потому что, ну, нету денег или может просто дизайн не нравится. эмоции в основном. Эмоции передаются визуально, визуал, запах, ну, и другой ряд признаков, да, которые продает товар. То есть это не просто, ну, конечно, кому-то важен результат, кому-то важен, там, вкус, кому-то цвет, там, упаковка и так далее. Кому-то просто его наличие, да, там разные, да, функции. Ну, да, то есть это большая такая система. Просто еще, да, я тебе дополню, просто не все знают, что нейрологистическое программирование, да, при помощи маркетинговых изощрений, можно так сказать, да, можно сломать мозг потребителю, да, и повести его, ну, скажем так, так, как, ну, вот вам нужно, да, то есть вы все это можете делать. Потому что зачастую потребителей нет времени, это основное, скажем так, основная сейчас проблема, просто не хватает времени, и наша задача ярко, ярко мелькнуть именно в тот момент, когда потребитель созрел что-то купить. И как раз вот здесь призваны работать маркетологи, которые выбрали свою нишу, в которой они зарабатывают, именно изучение поведения потребителям, потому что, ну, эти люди постоянно этим занимаются, они практикуют, поэтому у них очень много различных решений, поэтому вот, welcome, обращайтесь к Паше. Еще была реклама. Паша, это реклама была. Так, ну что, Паш, будем заканчивать, наверное, да? Ну, смотрю, сколько времени прошло. Я вообще не знаю, сколько. По времени, по времени, по времени. Время. Какой-то хороший вопрос задал. Вот, слушай, я вот, чтобы ты понимал, записываю нас через Twitch. Смотри, я записываю нас через Twitch, и просто вижу, что это самое, вот, как бы, запись-то идет, а не доработали приложение, да, нет часов, да, чтобы вот мы понимали с тобой, что вот по времени запись идет уже, там, примерно, там, 40 минут. Вот, ну что, на этом, я думаю, все. Я благодарю тебя, Паша, за то, что ты подключился, немножко поддержал мой скучный разговор. Вот, мы решили разбавить новогодние праздники скучным диалогом. Вот, ну, вообще, так пробежались. Просто была цель-то, как бы, проверить оборудование. Хорошо ли там слышно, а также хорошо ли видно. Вот, и чтобы вы понимали, вот здесь вот сейчас происходит вот такая штучечка. Я записываю, вот, обратите внимание. То есть, вот я записываю, и что-то говорю в микрофон. Вот. Ну что, на этом все. Всем пока, до новых встреч. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok